всех приветствую мои родные любимые сердцу дорогие веганы христолюбчики все светлые люди но все те кто будет смотреть это видео я зачитаю вам нашу переписку с человеком у нас были разные там вопросы но один из таких на которые он меня просил ответить и возможно личный вопрос который наверное волнует не только меня вот я как раз взяв его за основание хочу поговорить об этом как наладить контакт с богом не кажущийся выдуманный диалог как при молитве а реальный со школьного возраста ищу встречи с богом но увы один раз он дал знать что он есть но не мне обо мне сказал другому человеку и все ну вы знаете я молитве редко говорю и записываю ролики что сегодня хочется сказать в принципе вопрос как вы видите человека был не прям сразу о молитве в принципе вопросе подразумевалось нет тут я даже не знаю тут просто все немножко в перемешечку то есть как бы как познать бога да то есть я ищу его и вот понятно что в принципе познание бога подразумевает встречи с ним встречи подразумевает что диалог да давайте дадим определение молитвы что это такое это есть диалог диалог с высшим высшим началом существом богом в разных религиях конечно по разному бывает называют в некоторых религиях вообще это высшее существо непонятно что это такое имеет ли она личностное существование или нет я конечно же скажу в этом ролике что я исповедую что бог есть бог личность и личность как познаваемые так и не познаваем и одновременно потому что бог казалось бы всячески во всем да но при этом бог что и не виден также да и при этом эта личность казалось бы причем эта личность которая такая же как мы с вами потому что мы боги и дети всевышнего всем и мы все образы подобия бога значит бог такой же как и мы точнее мы такие же как он поэтому я верю в личностного и ограниченного бога верю что этот бог когда-то являлся людям не в разных людях как говорят но бог был и в будде и в этом и в этим являлся нет я верю в реальное личностное боговоплощение всем известное в мироздании под именем иисуса христа и тогда с ним можно было не только лично общаться вот о чем страдает мой собеседник как писал прекрасно и он богослов такие всем известные знаменитые и великолепные слова о том что мы видели слышали что сизали руки наши до слове жизни и эта жизнь явилась и мы видели свидетельствуем и слышали и свидетельствую вам о том что было что он пришел и дал нам жизнь и показал нам в чем чем смысл жизни как ее прожить как ее прожить счастливые здесь и в веке вечные и вот я конечно же по большей частью сам я 10 лет упокаявшийся христианин веган буду говорить с точки зрения моего личного опыта и тех знаний которые я имею конечно же со временем жизни ты проходишь разные этапы да и в принципе не сказать что они все плохие некоторые этапы нужны некоторые может и не нужны некоторые этапы нужны одному человеку но не нужны другому по поводу встречи с богом это конечно же такой вопрос вы знаете вот сколько я общаюсь с разными людьми у всех у нас был разный путь кому-то бог открывался явно кому-то вот косвенно кому-то о ком-то как мой собеседник говорит что-то сказал кому-то открылся через природу через животных через каких-то людей мой путь был кто его знает кто не знает может всегда с ним познакомиться у меня есть ролики в открытом доступе о моей жизни рассказываю бог не явился ну как я говорю явно да вот хотя и не видел тогда какую-то личности похожую на человека иисуса христа бог открылся мне опять же своей такой природы до энергии тогда его пережил абсолютно что при этом ты чувствуешь что это ты личность это вот даже когда бог открывается цветом теплом тогда я рассказывал об этом таким сиянием какой-то энергии не позвала под непознаваемой радостью но при этом ты чувствуешь что это вот как человек а ты вот видишь и ты не сомневаешься ты перед тобой сетек ты с ним общаешься немножко что его нету ну вот он он со мной же общается то есть есть и вот тогда я его хоть вот так вот как человека не видел но я почувствовал эту личность уникальную до индивидуально при этом личность абсолютно всемогущую абсолютно любвеобильную светлую чистую она мне правда сказала кое-что то есть опять же я не могу сказать слышал я насколько этот голос явно там вот этим материальным ухом якобы там каким-то внутренним ухом или вообще это ухо души и ухо ума да кто смотрел мою историю тот знает я повторяюсь для них кто нет впервые слышит и этот голос мне явно сказал пойди купи библию да я тогда купил и бог повел меня определенным своим путем и потом у меня был еще не одно явление когда господь не открывался и при этом я действительно и все остальные откровения которые у меня были когда мне господь являлся он не являлся всегда так но при этом я всегда говорю что я верю что бог имеет плоть до такую же как мы с вами неважно эту временную земную как иисус являлся и в ней нам показывался и в будущем вечность как он был восхищен на небеса и обещал вернуться то есть я верю что бог имеет плоть то что почему я верю в это я в это верю такое слово потребляем самом деле я знаю потому что я вижу бытие мир делится лишь на два так скажем на две части видимую и невидимую есть просто грань бесконечные также неосязаемые которые вечную и никогда не пощупать грань между видимым и невидимым миром и поэтому бог он всячески во всем он и видим и не видим одновременно и причем видим во всем и в чем в том числе как личность Да, вот, поэтому я в это, хотите, слово верю, употребляю, хотите, знаю, потому что я просто вижу мир, вижу себя, глядя на себя, познаю мир, познаю Бога, потому что я его образ и подобие, я Бог и ребенок Всевышнего, я, да. И по поводу молитвы, конечно же, я прошел свой путь, кратенько скажу, конечно же, он начинался, вы знаете, он, наверное, у всех так, дай Бог, чтобы он у всех так начинался, потому что это естественное начинание, конечно же, когда Бог мне так открылся, не через религиозников, не через секты, не через каких-то там традиционных верований моих родителей или еще что-то, обрядов и так далее. Я вообще был далек, так скажем, от религии, от какой-то, да и даже от какого-то, знаете, такого вроде бы, как, казалось бы, бумажного сформированного мировоззрения, что ли, там, ну, каких-то философов или еще что-то. Я жил всегда как-то своим мироощущением, мировоззрением, своим внутренним мировоззрением, ни под что не подгоняя, то есть я никогда себя ни с чем таким не ассоциировал, с какими-то вот этими течениями, религиями, мировоззрениями. И когда Господь мне вот так явно открылся, да, то, естественно, первые мои молитвы какие были, и поиски, и вы знаете, я как тот ребенок, который потерявшийся вот в толпе маму, я вот именно с тех пор я стал к нему обращаться каждый день. Во-первых, я пережил его присутствие, я понял, что он со мной каждый день, он все видит, все знает, я всегда в его присутствии, он всегда, в принципе, в моем присутствии, да. Естественно, самые первые мои молитвы были абсолютно чистые, простые, искренние. Я задавал Богу тысячи, наверное, миллионов вопросов в день просто в простоте. Просто я стал, Бог мне явно открылся, я понял, что он есть, да. Все, мне не нужны доказательства были, никакие больше бумажка у меня явно открылась. Я говорю, пусть я эту личность не могу вам сказать, какие у него голосы были, там, цветом, длиной, в образе человека. Но я понял, что это личность вездесущая, всеобъемлющая. И я тогда, я поэтому стал с ним просто общаться, просто как вот с человеком, да, задавать постоянно вопросы. У нас все время текут мысли, поэтому, понятно, я это делал даже не вслух, а просто. Я и раньше с кем-то все время разговаривал, мы все это прекрасно знаем. Но раньше я всегда думал, что я один, а теперь я понял, что я не один. И эти вопросы, если я раньше думал, что я сам себе задаю, знаете, сам с собой дискутируешь, когда что-то анализируешь, размышляешь по жизни. Потом я понял, что я по жизни не один. И, в принципе, я до сих пор могу что-то дискутировать, сам с собой размышлять. Но я всегда знаю, что он слышит все это, даже когда я сам с собой бормочу, как бы сам с собой. Ну, а когда я понял, что он всегда, вот он он, да, есть, то я могу сам с собой, как мы друг с другом беседуем, мы иногда просто размышляем, при ком ты, мы говорим, слушай, я вот так думаю, он слушает, но ты сам, и ты можешь, ой, и сам дошел до чего-то, да. А тот просто сидел и так не успел тебе ничего не сказать, возможно, мудрее тебя, да. И ты сам до чего-то дошел. И вот я стал вот так вот жить. И поэтому мои первые молитвы, конечно же, что это такое было? Ну, это просто беседы с тем, кто всегда и всячески во всем, и везде, и всюду, и все проницает. Вот и все. Это абсолютное знание, абсолютная любовь, абсолютное добро и благо. Оно вечно, и оно тебе все ответит и все скажет. И именно таким образом Господь меня повел. И поэтому, и при этом я хоть и не ощущал каких-то прямых ответов на свои вопросы, там, что-то вот, ощущение живого, казалось бы, именно вот в какой-то прям молитве встал. Тогда, я говорю, не было никаких-то там, я даже не знал, что там молятся там на коленях или еще как-то, да. Вот. Я просто стал общаться. Конечно же, там, в момент переживания, когда Бог мне все больше и больше открывался, естественно, любой человек проходит через покаяние. Оно, естественно, проходит там на коленях, все это знают. Мы сожалеем о своем зле, которое творили до этого. И потом, конечно же, был этап, когда я особенно начинал познавать религии, да, так называемые церкви, которые я называю сектами, да. Стало все больше и больше изучать литературу человеческой, да, всякой традиции вот этих всяких религиозных, в частности, христианских. Конечно же, я тоже практиковал разные вещи, которые они рекомендуют, описывают, пишут. Естественно, я проходил все это. Я сейчас не буду вам Евангелие пересказывать все вспоминать случаи с молитвой, связанной в Евангелии, в Новом Завете, там, в книге Иоанне, послании или апостолов, в Ветхом Завете. Не буду, естественно, вам все традиции перечислять, как кто молится. Я, в принципе, просто о себе, по сути, расскажу и подведу, конечно же, итог. И вот я это все начинаю практиковать. Возьмите любые секты, возьмите православную. Там молитвослов вот такой вот мелким шрифтом, да. Конечно же, все это глупости, но я тоже это проходил, да. Молитвенные правила, кто знает, молитва Иисуса, молитва заусопших, молитвы просительные, молитвы благодарственные. И же нет числа и конца всему вот этому бреду человеческому, который мы понавыдумывали. Ну, мы, я все, даже со всеми ассоциируем, да. Голова-то тоже сто умов. И вот, конечно же, все это проходил, все эти молитвословы, все правила. Сам раздувал себе огроменные правила. Я молился по несколько часов с утра, вечером на коленях, только правилами, да. Я практиковал Иисусову молитву, вот. Ну, все, в общем, я все, что в традициях был, я все испытывал, да, хорошего держался, плохое выбрасывал. Потом со временем, конечно же, я практиковал публичные молитвы. Вы, если увидите мои вот на этом канале, в частности, и даже на другом, где Библию читаю, первые ролики уже сам я стал отходить от вот такой фарисейской молитвы, как я ее назову, по молитвословам, или пусть даже по правилам, или пусть даже уже от себя, но какие-то там, я говорю, все равно, все равно их можно назвать молитвами по правилу, пусть уже свои там что-то я там добавлял. И когда я стал уже публично вот эти проповеди записывать, я, кто посмотрит первый год моих проповедей, я молился даже публично. Теперь я понимаю, я потом рассказывал, потому что мне потом писали, потом я где-то через год перестал это делать. Меня еще спрашивали, почему ты перестал? Я говорю, вы знаете, всему свое время. Сам я уже тогда отходил от такой молитвы фарисейской даже в комнате, в тайной комнате своей, да, как говорится. Но я делал это еще публично. И потом я понял, что Господь меня просто это давал, чтобы я показал, как я это делал раньше, и другим дать пример. Потому что, в принципе, хоть я как бы уже, вы слышите, и наезжаю на все эти правила там, молитвословы, но с другой стороны, мы все проходим, наверное, этот путь. Может быть, кто-то не проходил, я не берусь судить, не знаю судьбы всех людей на земле, во все времена проживших. И я потихоньку здесь сам схожу еще публично. Потом я в оконцовке и публично оставляю, да, потому что уже сам этого не делаю. Сам я уже стал, знаете, просто уже опять я вернулся к тому состоянию, вот к своему первичному, да, где я просто так общался с Богом. И более того, во многих сферах жизни, вот я записывал Писание целиком, записывал Библию на канале Христалю Библии и иные Писания. Пришел момент, когда Господь сделал меня, открыл мне, знаете, вот не как мы, действительно, все учителя великие, они пытаются не конкретным вещам научить, а отдать человеку вектор, научить самому познавать, да, это очень важно. И, конечно, я когда читал, помню Писание, и вообще познавал истину, и ушел по пути познания, я, конечно, постоянно обращался к Богу, веди меня, как мне, открывая кучу вопросов, тысячи задавал тьму тем, задавал Богу вопросов, получал, конечно же, ответы, ответы внутри сердца своего. Это не какой-то голос громогласный с небес, тебе там толкует Писание, нет. Я помню, потому что Писание, много всегда молился, много читал, просил Бога открывать мне. Но настал момент, когда, я знаю этот день, я всем рассказывал, тоже было у меня такое озарение, когда Господь мне дал, вы знаете, как вот в Библии у Пророк написано, свиток, который я съел, я сам стал все это настолько понимать, и, ну, грубо говоря, почувствовал в себе вот эту вот силу и власть, как Господь говорил, даю вам власть там исцелять больных, проповедовать, воскрешать мертвых, дал именно власть. И вот я почувствовал, как Господь в тот день мне дал власть к познанию вот этому, к трактованию, к комментариям. И причем он мне дал такую власть, то есть, знаете, это было такое чувство, причем это было во время, по-моему, даже записи. Конечно же, многие моменты сейчас забывать, где-то могу, может быть, кто-то когда-то найдет, мой ролик сам себе противоречить. Конечно, с годами что-то память-то подтирается, не все помню. Я тогда, я где-то это упоминал, и сейчас опять вот вспоминать пытаюсь, но я же не пересматриваю свои старые ролики, где я там что говорил, по свежей памяти более точно могу сказать. По-моему, это было откровение прямо во время, я вот не помню, готовился я к ролику, или прямо записывал ролик. И вы знаете, я вам могу такой образ, картинку подать. Это было, знаете, что-то типа, как ребенок сидит с родителем там, да, и вот он говорит, и он, знаете, так плавно отходит. Ну, я рассказывал пример, знаете, когда учат плавать там, выбрасывают куда-то, да, или сначала там еще поводят, потом отпускают, он уже сам плывет. И вот я почувствовал, как он, знаете, я делаю, 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 а он сам потихонечку так от меня на цыпочках отходит и оставляет мне. И мне кажется, что это он мне еще все дает, говорит мне, мне кажется, что я записываю под диктовку то, что он мне говорит, да, а потом я понимаю, как говорится, поднимаю голову и понимаю, что его нету рядом. Я понимаю, что все, что я сейчас написал, это я сам. Я почувствовал его вот эту какую-то улыбку и радость, да, что он сказал, ты вырос. И он радуется за то, что я вырос, я стал совершеннолетним, я стал таким же, как он, да. Вот, это было удивительно. Я говорю, многие все это дают за гордость там у проповедника, у человека, который служитель слова. Но, что, как еще доказать, всех пророков побивали, не ставили ни во что, даже самого Бога, явившегося во плоти, да. Тоже удивлялись, как он знает писание, не учившись, откуда у него такая премудрость. Вот, и ты это никому, кроме как, как он сказал, посмотрите на дела. Вот я всем говорю, вы на мои дела просто посмотрите, на мои проповеди, на мои записи Библии, или в свободе слова, на мои беседы, на мои диспуты, да, какие я вел дебаты. Вот, и вы сами решайте, есть у меня эти знания, слово, мудрость и так далее. И вот был такой удивительный момент. Это опять, ведь я же много молился, прося всегда, вот этих знаний, там, откровений, ну, в хорошем смысле слова, не знаний, там, какого-то, тайных всех. Да, дай мне вторую книгу апокалипсис, я имею в виду откровения, личные откровения, что вот я не понимаю, открой мне это, да, не могу въехать, как что, или в личном поступить. То есть была такая, такого рода просительная молитва, она ушла со здоровьем, да, вот там, у всех людей проблемы. Тоже я прошел свой путь, я сильно болел, до сих пор болею. Да, много молился, много плакал. По поводу здоровья тоже приходишь к мысли, что, в принципе, знаете, то ли всему свое время, то ли это испытание, потому что проси, не проси, порой просишь, просишь, ничего не происходит. Перестал просить, бац, вроде на улучшение, просто смирился как-то, тоже стало в этом плане. И так куда ни тыкни, да, благодарственные молитвы. Вы знаете, благодарственные молитвы из вот этой вот фарисейской «Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, тысячи раз слава тебе, Господи». У тебя просто приходит состояние души, духа, чувства, все как угодно, зовите, всего тела. Ты просто понял, что Бог есть, что Он отец и мать и родитель всего мироздания, да, как хотите, называйте. Он есть альфа, омега, начало и конец, и женское, и мужеское. Все в нем. Он все породил, все он. Он такой же тебе и брат, и сестра. И ты просто, и он все подает, да. И ты просто за все это становишься благодарным, просто уже за все. Причем твоя благодарность выявляется в твоей светлой, святой жизни, как любым нормальным родителям. Благодарим за то, что мы просто хорошие в жизни вырастаем, самодостаточные, да. Вот, и ты просто приходишь. Да, иногда это до сих пор у меня, конечно же, я и с кем-то, слава тебе, я, конечно же, скажу слава, да, слава Богу за все. Спасибо, Господи. То есть ты, конечно, говоришь такие слова, все равно что-то происходит тоже, или хорошее, или плохое, или Бог уберег от плохого, это слава Богу, да. Причем это неформально. Когда ты был язычником, грешником, у многих людей вырываются эти фразы, да. Господи, помилуй. Там, Господи, это вообще, да, да. И люди это порой даже могут неверующие, но у них почему-то Господь вылазит через слово. Его и в матерную речь включают у любых блогеров современных, или медийных личностей. Вот, в том-то, и вы знаете, слово такое, как говорится, паразит у многих, хотя слово-то именует святого, создавшего все. Вот, то, конечно же, у такого человека, как я, уже подобных мне, да, людей. То есть, у нас уже это, конечно же, не просто слова, это действительно искренняя благодарность, да. Пусть это как-то мимолетно бывает тоже, ты что-то там, я говорю, куда-то даже просто не вляпался, там, не попал под машину, может быть, да, головой повернул или еще что-то. Это, конечно, слава Богу. Искренне, благодаря Богу за вот там помощь, да. Ну, конечно же, я говорю, это уже становится, то есть, естественно. То есть, как и любого человека, вы же не ходите своих близких, маму, папу, спасибо, 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 вот придумали эти Иисусова молитвы и прочие глупости. Но тебе дали родить, ты и так им по жизни благодарен, ты и так благодарен друзьям и за прошлое, и за будущее. Ну, образно за будущее. За что? Мы благодарим за что-то тоже. Это очень важно. То есть, одно дело уже благодарность, перетекшая просто в чувство любви такой, раскрытости к человеку, который тебя любит, вот Бог нас любит, да, все нам дает. Другое дело, конкретно уже слово. Ты говоришь его за конкретное дело. Бог не хочет, чтобы, я говорю, представьте, вы сами многие, кто меня слушают, родители. У меня нет детей, но, я говорю, иногда, почему-то я вынужден родителей учить таким и брать примеры из жизни. Ну, вы что, вы разве с ума не сойдете, если ваш ребенок будет там все время? Спасибо, спасибо, спасибо. Причем искренне так, спасибо, прям, прям, бедная, аж прям, знаете, унижаться будет, что он благодарен за каждый вздох в своей жизни. Любовь, она ничего не требует взамен. Бог нам все дает даром. Это нам нужно быть благодарными. Но, опять же, это внутреннее чувство. Я говорю, это не каждый раз его проявление в словах или каких-то делах, что ты бегаешь по пятам и всю свою жизнь положил на жизнь другого. В благодарности, да. И целыми днями только и стоишь у него, как раб с руками за спиной, ждешь приказания. Нет, это не так. Вот так вот. И поэтому, конечно же, все это потихонечку сходит на нет. Вот. Все эти глупости с Иисусовой молитвой. Когда человек живет святой жизнью, когда он исповедует, верит, исповедует и живет, что Бог есть, Бог – это бытие, это бытие вечно, оно свободно, и оно любовь. Все. Все свои проблемы, все свои мирозрения, жизнь ты решаешь через эти вопросы. Ты уже всегда в Боге. Плюс я говорю, это вот я пытаюсь даже сейчас какие-то слова подобрать, мне это описать невозможно. Кто живет в Боге, тот меня понимает, кто нет. Ему это… Я могу путь указать, как пойти по этому пути. И вот мой собеседник спрашивает, да, как его найти? Я, конечно, не знаю, потому что это же Бог мне тоже открылся, и я не могу здесь поэтому дать точному пути, сам я шел не этим путем. Но, судя по тому, что у нас есть, откровением, и моему уже жизненному опыту, однозначно, что единственный возможный путь, я, конечно, не обещаю, что в этой жизни тебе Господь откроется, но ты точно ничего не потеряешь, если ты будешь жить святой жизнью. Вот тогда Господь тебе может открыться, так скажем, принудительно. То есть, твоя святая жизнь будет как бы стучать в него, да? Вот. Это не фарисейские молитвы, хотя это тоже, ты можешь просто в простоте просить Бога тебе открыться, просто для утверждения, просто вот для того, что, ну, ты, мало того, что когда мы просто кого-то любим, да, этот человек прекрасен, мы хотим его увидеть. То есть, это нормально, конечно, но просто по моему опыту я могу сказать, что если ты грешник, тебе лучше с ним не видеться, потому что Бог есть огонь поедающий в том плане, не то, что он там злостный судья, это действительно закон природы, Бог, свет, если солома приближается к огню, она горит. Вот. Это очень важно понять. Я просто говорю, почему мы не зря, у нас такое лютое чувство покаяния, кто впервые с Богом встречается, он его посещает, человек раскаивается по-настоящему, поэтому тебе что потом от придется делать, что да, поэтому сейчас, конечно же, надо покаяться, изменить свою, покаяться в грешной своей жизни, в злых делах, которых ты делал против Бога, животных, природы, ну, против животных, людей, природы, когда ты это делаешь, ты делаешь против Бога, ибо Бог всячески во всем, и, возможно, Бог тебе откроется. И, по поводу самого вот этого Божьего замысла, хочу концовки сказать, я тоже скучаю, у меня, вот именно получается, за всю мою, эту 10-летнюю христианскую, веганскую жизнь, ну, Бог мне не каждый день открывается, мягко скажем, точнее, вот именно, мне тоже открывался, ну, с десяток раз, вот эти переживания у меня были, когда Бог меня явно там поддерживал, открывался мне, или сорадовался со мной, вот, а в основном свою жизнь, все мы в этой жизни, мы, так скажем, оставлены Богом, специально для того, чтобы мы стали, вошли в возраст совершенный, в возраст Христов, познали истину, причем не только теоретическую, но и практическую, поэтому мы, так скажем, это, мы живем в аду, на этой земле, после грехопадения, это ад на самом деле, да, здесь творится куча беззаконников, говорят, почему Бог не вмешивается, чтобы мы самоопределялись, нам куда, налево, или направо, мы будем овечками, или козлами, да, нам в царство небесное, или царство дьявола, в царство тьмы, вот, здесь только это, поэтому ты не переживай, мало ли что хочется, это жизнь, она завтра может закончиться, она же временная, ты даже, может, и не доживешь, да, не знаю, сколько там тебе лет, вот, мне 38, может, до 40 не доживу, до 50, до 60, да дальше я доживу, и до 100, все это как миг пролетит, вот, благодаря книге Откровения, мы знаем, что на новой земле, и на новом небе, в небесном граде Иерусалиме, что Бог будет его храмом, Иисус Христос будет его светильником, и светом, солнцем, и все будем его видеть, созерцать, общаться, как это возможно, ну, а как в книге Деяния описано, в Евангелии описано, что Иисус явился более 500 человеком, по воскресенье своем, одновременно, я не знаю, как, как, ну, как, мы живем в том, что мы сейчас живем, нам что-то запредельное кажется чудным, на самом деле чудо, это просто то, что сейчас кажется редким, а вообще, все возможно, Бог и мироздание, мы с вами, все это мысли, мысли, проходящие через грань, видимого, невидимого мира, и воплощающиеся, все, поэтому Бог, все возможно, поэтому как это будет, поживем, увидим, вот так вот, поэтому по поводу молитв, всяких там фарисейских, не то, что я вам там рекомендую их оставить, конечно же, прямой путь, к которому будет идти, правильный путь, потому что молитва потом, кто знает, кто так и живет дальше, с этим фарисейским, превращается в какое-то рабство, в бремя, да, все эти правила, человек уже вырос, а его все в его секте, в коробочку, в такую пихают, чтобы он не вырос, чтобы он уродом стал просто, да, потому что если нормального человека засунуть в коробочку, он так и вырастет, тут таким квадратным, вот, идите только за собой, это единственный верный путь, а за собой, за каким, Иисус всегда прямо сказал, это алчба и жажда правды, то есть единственный критерий, следовать за собой, можно только при условии, если ты следуешь, как это искренне, чистосердечно, открытым умом и сердцем, зачем, за истину, за правдой, вот это единственное, о молитве, единственное, как я всегда говорю, наверное, такое мое изречение, постоянное, и вот эту молитву, я уж не раз показывал, такую простую, господи, вот все, что светло, все, что добро, все, что правильно, открывай мне, и все, а открыть это будет, это ваше внутреннее утверждение, как хотите, мысли, чувства, ты поступаешь так, как считаешь правильно, ты сегодня для себя, тебе Бог кладет на сердце, обличать зло, обличай, то-то делать, даже родственников, да, ты понимаешь, что это неправда, мы все должны покаяться, ты говоришь правду в лицо людям, да, вот, а если ты скрываешь и чувствуешь, что ты делаешь неправильно, ты поступаешь против Бога, ты его никогда не найдешь, вот так вот, и поэтому это вот единственная молитва, которая, ты ищешь и истины, а он и есть истина, то есть ты ищешь его и живого, как личность, и как сущность, энергию, как святость, добро и счастье, и все, тут в одной молитве все сразу, да, я хочу тебя знать и как личность, и как истину, откройся мне, что есть истина, как мне правильность, что есть святость, как мне стать святым, потому что, и все, то есть это жал, а алчба и жажда истины, как Иисус и сказал, после покаяния, после того, как ты ощутил себя дерьмом, нищим духом, поплакал об этом, ты что просишь, жаждешь истины, тогда, деятельность жизнью, очищаешь чистое сердце, и очищаешь свою душу, свою внутренность, и чистый сердцем заряд Бога, и видимо, и невидимо, это уж единственное, в этом мире, Бог, видимо, может скрываться от человека, да и даже невидимо, так скажем, то есть есть чувство Бога оставлено, кто это проходил, даже вот я дальше иду, по жизни, мне тоже уже, причем, мне, знаете, вот именно она в динамике, то есть, когда Бог мне открылся, потом не так далеко от крови, явление было, еще, еще, то есть шаги, знаете, расширялись, то есть Бог меня взращивает, у меня уже давно тоже ничего, у меня такое ощущение, что я Богом оставлен, я иногда думаю, что я неправильным путем иду, вот поначалу, он меня сколько на руках носил, а сейчас как будто и нет его, посмотрите на родителей, ну сначала мать с грудным ребенком, все время свое проводит, 24 часа в сутки, младенец на руках у матери, ну там на 2 секунды, она его в ляльку положит, ну образно говоря, да, не важно, там 2 секунды, я абстрактно говорю специально, ну и возьмите совершеннолетних, взрослых, улетевших из своего гнезда, окрепших и выросших детей, да, птенцов, все, они уже мог с родителями, уже, уже, если там наоборот, на секунду она его кладет, на час, на два поспать, в этот, ну уберите сон, все остальное время мать проводит с ребенком, да, и возьмите взрослые, взрослую жизнь, все, наоборот, проще сказать, сколько это один звонок, если в неделю своим родителям, ну или заехал, повидаться лично, если вы в одном городе вообще живете, где-то там недалеко, вот здесь то же самое, я понял, что чем дальше, тем Господь не стал, потому что я вырос, и чем дальше я расту, я как бы в этом не нуждаюсь, хотя я по нему точно так же скучаю, я уверен, что он скучает, так скажем, образно по мне, вы понимаете, я детским языком выражаюсь таким, визуализированным, чтобы можно было что-то понять, вот, конечно же, мы же хотим видеть своих любимых, да, вот, но я понимаю, что это бремя этого мира, вырасти, а настанет время счастья, где мы будем всячески во всем пребывать в радости и общении друг с другом, в частности, с самим Творцом, нашим родителем, вот так вот о молитве, я не претендую на этот ролик, что коснется все, там разобрать все эти виды, особенно в религиозных молитвах, может, я как-нибудь что-нибудь подобное буду записывать, мне хотелось как-то вот так немножко в свободе и побольше личного опыта рассказать, а не каких-то опять теоретических книжек, где как что молиться, какую позу принять, на какой пуп смотреть, каким святым духом взывать, все, на этом все, кому нравятся ролики, ставим лайки, и делимся ими со своими друзьями, близкими, знакомыми, у меня на этом все, пока-пока, до встречи в следующих роликах, всех по-братски, целую, обнимаю, желаю всего самого благого, чтобы все у вас в жизни было хорошо, желаю найти, встретить, и пребывать в Боге. Субтитры создавал DimaTorzok